В ночь с понедельника на вторник Иванова принимала первый борт беженцев из Украины. 75 человек прилетели из Ростова-на-Дону в аэропорт Иваново-Южный. В основном это жители Донецка и Луганской областей. Все они до последнего верили в лучшее. И каждое утро просыпались с надеждой, что война закончилась. Эти женщины из города Свердловск Луганской области. Татьяна не выдержала морально. Собрала маму и дочь, заперла квартиру и отправилась. По сути, неизвестно куда. Конечно, в Славянске сейчас гораздо хуже. У нас это все начинается, в основном на границах, по поселкам. Пока сам центр у нас сравнительно не тронутый. Но тем не менее, идут люди с автоматами, все боятся. И поэтому, ну, люди все равно едут. Они боятся, они страхуются. Мы ждали долго и все надеялись. Может, нас обойдет, может, нас обойдет. Но уже стали слышать выстрелы. И в километре от нас упал снаряд и убил мужчину насмерть. И разбил дом. И дитю оторвало руку. В километре от нас. Ночь беженцы провели в Ивановском институте МЧС. Днем их переправили в комсомольскую школу-интернат. Местные воспитанники уехали в лагерь. И теперь трехэтажное здание в распоряжении украинцев. Это учреждение рабочее. В нем всегда находились дети. В нем есть все необходимое. И пищеблок, и медицинский блок, и вся остальная инфраструктура, которая необходима для того, чтобы люди чувствовали себя нужными и защищенными. Всего наш регион планирует принять порядка 500 беженцев. Очередной борт прибудет в Иваново в четверг. И, вероятнее всего, людей разместят в социально-реабилитационном центре на Харенке. У всех приехавших в первой партии есть миграционные карты. Люди проходят осмотр врачей и в течение нескольких дней получат медицинский полис. Четырем беженцам потребовалась экстренная госпитализация. Две мамы с детьми остались в одной из Ивановских больниц. Почти половина приехавших – маленькие дети. Их 37 человек. Соответственно, есть женщины и совсем немного мужчин. Это те, кто не пошли в ополчение. У меня семья. Мне как бы одни женщины. Кто за них просто будет беспокоиться? Мать с давлением, маленький ребенок. Убьют меня и что потом кто? И их. Куда они пойдут? Кто будет работать, кто будет их кормить и содержать? Аня Першова приехала в Иваново из Горловки. Это Донецкая область. Вместе с ней младший брат, мама и тетя. На отъезде из Украины настоял отец. А сам остался в ополчении. Папа говорит, ну, как бы вроде сейчас все спокойно. Каместь. Страшно, конечно, очень. Он домой иногда под сутками не возвращается. Не отпускает. Все строго. В свою очередь к врачу ждет и годовалая Соня. За сутки малышка успела полетать и на вертолете, и на самолете. Соня пока не сознает, что пришлось пережить ее семье. Самое главное, она, ее старшая сестра, мама и папа спаслись. И теперь им ничто не угрожает. Вот честно, год назад еще было все нормально, мы даже не подумали. Когда началось все это с Майдана, ну, как-то не обращали внимания. А уже когда начали протестовать в Луганской, Донецкой области, уже как-то начали что-то странное твориться. А потом все больше и больше. Вначале как вот Славянск, потом дальше и началось. А вначале даже не думали. А это новый временный дом для Сони. Здесь есть все необходимое для жизни взрослых. А вот для малышей комната не предусмотрена. Тут совсем мало игрушек. Разве что этот музыкальный домик. Его родители девочки привезли из родной Луганской области. Любимая игрушка малышки теперь выглядит особенно символично. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Жители Ивановской области могут помочь беженцам из юго-восточных областей Украины. Пожертвование принимает Ивановское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Открыт пункт сбора гуманитарной помощи гражданам Украины, прибывшим в наш регион. Они нуждаются в вещах, медикаментах, предметах первой необходимости. Не остаться равнодушным и помочь людям в сложной жизненной ситуации может каждый. Контактную информацию и необходимые реквизиты сейчас вы видите на своих телеэкранах.